Хочется сознательно с глубины своего сердца возблагодарить Бога, что мы с вами имеем такое благоприятное время общения друг с другом и основное с Богом. Слава нашему Господу! Это не как бы обряд, необычное выражение, но это хочется, чтобы было искренне, из глубины сердца, потому что мы оказались еще живы, оказались еще при здоровье, видим, слышим и радуемся тому, что мы можем слышать Слово Божие, Слава нашему Господу! Я хочу прочитать одно место в самом начале и потом сказать, где это написано. И Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Это записано в 7 главе Евангелия от Луки, 40 стих. И обстоятельства, когда мы знакомимся с той обстановкой, где находился Иисус. Фарисей по имени Симон пригласил кусить пищу Иисуса в свой дом. И Иисус пришел, и обстановка показывает отношения этого человека. Он, во-первых, посмотрел, с какой целью он пригласил его, неизвестно. Но пригласил и назвал его учитель. Когда он еще увидел, что пришла женщина-грешница, он совсем с другой стороны посмотрел на него, на Иисуса. Что заставило? Мы будем, может быть, после собрания или сами рассуждать, почему так человек поступил? Иисус показал ему притчу и сказал, что вот так, вот так. И этот фарисей ответил. И Иисус сказал, правильно ты ответил. И потом говорит этому фарисею, тоже, можно сказать, раввину. И он принял Иисуса как раввина, который эти фарисеи держали за закон, за все эти обычаи, которые должны были исполнять. Но он что-то нарушил. Что-то отношение его внутреннее, сердечное было... Не принял он как учителя, хотя на словах сказал учитель. Христос говорит ему, я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Обычай или закон, он не сделал это, будучи фарисеем. Далее, ты целование мне не дал. Еще далее, ты головы мне маслом не помазал. И обращается внимание на эту женщину. Женщина пришла с глубоким покаянием, совершила достойный плод покаяния, плакала и получила многое. Получила прощение грехов. Хотя, казалось бы, обстановка какая-то необычная, но она заслуживала внимания от Господа. Господь сказал, вера твоя спасла тебя. Как мы и прочитываем, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот любит мало. Она нуждалась в покаянии. Она признала свою вину. Она увидела, что она сильно грешница. Но люди некоторые не имеют нужды в покаянии. И они получают мало. Мало получают прощения, потому что они каются в тех делах, которые сопровождают их. И этот фарисей Симон, по-видимому, в очах Божьих, был на каком-то неправильном положении, на какой-то высоте. Он смотрел и осуждал, и женщину осуждал. И то, что эта женщина прикосновением своим к любому раввину, это осквернение. Но эта женщина благодаря искренности достойный плод покаяния принесла и поверила, что это и есть Учитель, Спаситель, Господь, Мессия. И получила прощение и освобождение по вере. Я хотел бы обратить внимание дальше на пятую главу Луки. И здесь повествуется о Иисусе Христе, который говорил Слово Божие. И люди жаждали слышать Слово Божие. Очень жаждали. Так что теснили его. Ему не было места, где стоять у озера Егениселеска. Он вошел в лодку. И там произошло событие. Обращаю внимание на Петра. Произошло событие. Случилось то, что по его опыту, по его профессиональному опыту, он никогда с таким моментом не встречался. Ни сам не видел такого улова. Не слышал, чтобы кто-то рассказывал в его бытность, что так много произошел улов. Одним, одной сетью наполнили две лодки рыбы. И рыба такая была тяжелая, что начали две лодки тонуть. И о нем пишутся такие слова. Увидев это, 8 стих, 5 глава Луки. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Такой момент, такое внутри перевернулось. Он понял, что он человек грешный. И мы, конечно, являемся все люди грешные. И нуждаемся время от времени в покаянии. Нуждаемся в освобождении. Если мы совершаем достойный плод покаяния, мы получаем подкрепление, ободрение. Но людей сопровождает, как мы видим по примеру того Симона Фарисея, сопровождает нечто. Каждого человека на каждый момент сопровождает отрицательные чувства, с которым мы все боремся. И слава Богу, если мы одержим с помощью Господа эту победу. 9 глава Луки, опять Лука, 46 стих. «Пришла же им мысль, кто бы из них был больше». Вот ученики двигались с Иисусом. И вот у них вопрос. Кто же все-таки больше их? Иисус учит их, поставил дитя. И посмотрите, рассудите. Мы хорошо сами можем в настоящее время понять, к чему клонил Иисус Христос сознание учеников. Как нужно было научить их правильному учению, которое хотел Иисус донести до человеческого сердца. А вот у них, кто из них больше? Мы читаем Писание, которое напоминается уже 26-й Матвея, когда Христос сказал, что вы в определенное время все обо мне соблазнитесь. Но человек, о котором мы напоминаем, Петр сказал ему, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Он считал высоко самомнение, понимал, и это чувство сопровождает, я как напоминаю каждого, что вот даже мы, может быть, умывая ноги, думаем, а я все-таки лучше того, кому я умываю ноги. И здесь произошло то, что прошла ночь, и утром запел петух. И петух, этот голос петуха, возвратил его в действительность Петра. Он вспомнил то, что он грешный человек, что нечего уверять себя и возвышаться над другими людьми. Нужно было бы смириться и довериться Богу. Мы читаем 13 главу Евангелия от Иоанна. Говорится о том, что Петр напоминает Господу «Господи, Тебе ли умывать мои ноги? И потом не умоешь ног моих повек». Произошло это. Христос учил их, говорил. И если мы берем 22 главу, после того, когда Христос совершил вечерю с учениками, вечеря, в которой он участвовал, и все ученики участвовали. И 24 стих, 22 глава. «Был же спор между ними, кто из них должен почитаться больше». Кто из них почитаться больше? Христос говорит, если вы почитаете меня учителем, и Господом. 13 главе Евангелия от Иоанна. Но еще больше, еще больше, он напоминает здесь, приводит себя в пример, не поставил дитяки в пример, но он приводит себя в пример и говорит, «А я посреди вас как служащий». Слава Господу! Он и сегодня период благодати, период церкви служить нам. Если бы он пришел, я думаю, уверен, что он по любви своей, может быть, в реальности наклонился и умывал тебе ноги. Господи, тебе ли умывать мои ноги? служащий. Но Христос говорит о том, что «Я между вами служащий». И это показал на теле, показал ту любовь, разницу между обычаями мира с Его, разницу между обычаями фарисейскими, что Он пришел спасать души, что Он не считал себя высоким, Он служил и сегодня лично я могу свидетельствовать, что Он много послужил мне, хотя должен я служить Богу. Только успевай перечислять, что сделал Господь для нашей жизни. Слава нашему Господу. И в заключение я хочу прочитать, и мы постараемся принять это служение не как обычай. Нужно и это делать, физически исполнить, но хотелось бы основное, основную догму сказать о том, что мы должны понять чувствование Иисуса Христа. Ту любовь, которую мы должны видеть в Иисусе Христа и перенимать ее к себе внутреннего человека, вырабатывать, работать, трудиться, потому что мы понимаем, что это мы грешники и сопровождает это наше негативное чувство, что хочется показаться лучше. Но Господь говорит, что нужно служить друг другу, нужно делать это и говорит и так 14 глава 13 Иоанна и так если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Когда мы верой приходим к этому служению, когда мы стараемся отбросить эти негативные чувства, когда мы входим в присутствие Духа Святого, то мы испытываем великое благословение, мы идем путем Господнем, мы служим, и это наполняет радостью, что мы одинаковы все, даже еще можно думать о себе, что мы не заслужим этой благости, чтобы следовать за Господом, стопа в стопу, делать это постоянно в своей жизни, как он сказал своем, а я между вами служащий. Три с половиной года он учил учеников, чтобы они могли понять, кто хочет быть большим, тот служит друг другу, тот будет меньшим, и в небесном царстве Господь, если не ослабеем, увенчает нас венцами, не то, что как говорят нам люди, а то, как скажет о нас Господь, что мы служим друг другу, часто бывает, как в ладыкийской церкви, Иисус стоит вне дверей, служение Иисуса в настоящее время стучит в твое сердце вне дверей, а кто упустит, тому войду, и будем вечерить, поэтому мы будем молиться, просить у Господа, краткую молитву, попросим, чтобы войти в это служение, принять это верю, что это необычай, что это пример, как то, через которое мы можем понять, что нужно служить друг другу, нужно любить друг друга, и нужно омывать ноги друг другу, аминь, помолимся Богу.